Здравствуйте, друзья! Приглашаю вас подписаться на мой канал, поставить лайк, для того, чтобы распространять ссылки на это видео, для того, чтобы это видео могли увидеть как можно больше людей. Друзья, выражаю огромную благодарность спонсорам и тем, кто поддерживает канал. Спасибо за вашу помощь, благодаря ей есть возможность записывать видео и доносить до вас информацию. Ну а мы продолжаем информировать вас о том, что происходит на фронтах Российско-Украинской войны, какие есть изменения за последние сутки и ответы на ваши вопросы. Итак, информация подается сегодня 6 июня, 13 часов 30 минут, время записи видео, информация подается на 12 часов 6 июня. Поехали! Самый главный наш участок, самое главное направление Северодонецк. Как и говорили, ситуация очень динамичная, меняется практически с каждым часом, идут ожесточенные уличные бои, Россия пытается кидать в Северодонецке все, что ей может воевать, все кидается в бой. На сегодняшний день, на данный час записи этого видео мы контролируем как минимум половину города, проводим контратаки в черте и имеем успех. Российская Федерация пытается наносить огневые удары с помощью артиллерии, привлекает авиацию. Но в любом случае мы удерживаем Северодонецк и на пока вопрос об оставлении Северодонецка на сегодняшний день не стоит. Хочу отметить, что на всех фронтах по всему периметру в Украине на сегодняшний день ситуация стабильная, в районе Северодонецка и вокруг него ситуация тяжелая, но тоже стабильная и контролируется вооруженными силами Украины. Вчера наш президент Зеленский посетил Запорожскую область, побывал недалеко от линии фронта на командном пункте, где заслушал военных, что в принципе придает уверенности в том, что президент на месте и руководство страны серьезно занимается вопросами обороны и ее обеспечения по всему периметру. При этом противник не оставляет желания проводить наступательные действия и всеми имеющимися на сегодняшний день средствами, а этих средств остается все меньше и меньше, мы не видим уже прямых оперативных резервов, то есть нет переброски батальона тактических групп или каких-то готовых подразделений. Есть переброска в Украину личного состава и техники для восполнения потерь в имеющихся подразделениях. В районе Лимана продолжаются атакующие действия, но противник успеха не имеет. В районе Попасной тоже продолжаются атакующие действия, но противник успеха не имеет. Трасса Лисичанск-Бахмут контролируется вооруженными силами Украины, хотя да, простреливается артиллерией Российской Федерации. Мы стараемся наносить огневое поражение на всю дальность досягаемости нашей артиллерии, то же самое примерно делает противник. Единственное преимущество у российских войск это то, что они еще параллельно вызывают на поддержку авиацию. Хотя это не приносит ощутимых результатов. Мы удерживаем все позиции и еще раз повторяю, мы даже контратакуем на отдельных участках фронта. Что касается Донецкого направления, там идут ожесточенные бои. Противник пытается атаковать в районе Авдеевки, в некоторых населенных пунктах, но успеха не имеет. Отходит, несет потери, отходит на исходные рубежи. Да, я забыл сказать тоже очень приятную новость на северо-донецком направлении. Вчера в результате огневого налета получил ранение и по некоторым данным погиб командир 1-го армейского корпуса, генерал Кутузов. У нас, ну вот, место для улыбки на фронте тоже, наверное, должно быть. И у нас в Украине сложился уже такой мем, что вооруженные силы Украины превзошли армию Наполеона. Потому что мы не только сожгли Москву, имеется ввиду крейсер Москва, но и убили Кутузова. Генерал-майор, который вчера погиб, командир 1-го армейского корпуса, который входит, почему-то дальше не говорят. Они, средства массовой информации из Донецка, не продолжают логику в том плане, что они называют этот корпус народной милицией, якобы, самопровозглашенной этой ДНРовской республики. А на самом деле это же 1-й армейский корпус 8-й общевойсковой армии Южного военного округа. И генерал, который стоял во главе этого корпуса, кадровый офицер Вооруженных сил Российской Федерации. Это еще раз говорит о том, кто воюет на стороне так называемых самопровозглашенных этих республик. Это очень существенное замечание. И это то, о чем умалчивают российские средства массовой информации. Ну, идем дальше. Херсонское направление. Там идут позиционные бои. Противник пытается восстановить атакующими действиями, выбить наши войска с плацдарма на реке Ингулец. И успеха не имеет. Но на Херсонском направлении должен отметить, что начала активно работать наша штурмовая авиация. Мы наносим штурмовые удары нашими самолетами на Херсонском направлении. Что очень помогает успеху пехоте в плане сдерживания позиций и в плане нанесения поражения российским войскам. Никаких дальнейших наступательных действий мы там не предпринимаем. Поэтому о контрнаступлении, как я и говорил, речи пока не идет. Вот это имеется в виду в районе Давыдова-Уброда. Мы там прочно удерживаем позиции. Противник пытается атаковать, но успеха не имеет. Для того, чтобы их вернуть обратно. На Криворожском направлении позиционные бои. Некоторое снижение боевой интенсивности. В Одессе более-менее все стабильно. В Приднестровье ситуация пока тоже стабильная. Снижается градус напряженности. По Белоруссии есть изменения в том, что наша разведка все-таки определила точную принадлежность ракетных комплексов и систем ПВО. Итак, вдоль нашей границы на Волынском направлении действительно находятся расчеты ракет комплексов «Искандер». Где-то в 40-50 километрах от нашей границы на территории Беларуси. Это российские комплексы. Так что Лукашенко, как всегда, врал, когда говорил, что Беларусь купила «Искандеры». То, что я вам ставил под большое сомнение, что они их купили. Действительно, это ракетные войска, сухопутных войск, вооруженных сил России. Их прикрывают замеченные комплексы «Панцир-1С». И это ближнего радиуса действия. И от штурмовой авиации. И прикрывает их комплекс «С-400», развернутый тоже на Волынском направлении, на территории Беларуси. И также замечена авиация Российской Федерации на аэродромах в Беларуси. Так что мы готовимся к тому, что возможны ракетные удары и авиационные удары ракетами по территории Западной Украины. А именно Волынская и Львовская область. Возможно, Ровенская и Тернопольская. Так что вот такая вот ситуация. Северное и северо-восточное направления, это Сумы, Чернигов, Харьков. Продолжаются удары, активная разведка наших позиций, в том числе с помощью дронов. Продолжаются удары артиллерии и авиационные удары по нашей территории, с территории Российской Федерации. Ситуация пока никак не поменялась в плане ответных ударов или ударов по защите нашей территории со стороны Вооруженных сил Украины. Мы продолжаем укрепление границы, оборудуем ее в инженерном отношении, но по сопредельной территории удары не наносим. Слобожанское направление или юг Харьковской области тоже без изменений. Позиционные бои, фронт никуда не двигался за прошедшие сутки. Ну вот, в принципе, мы обошли практически всю территорию, прошлись по всем фронтам. Запорожье еще не упомянул, там тоже ситуация стабильная, активных боевых действий нет, есть отдельный обмен ударами, есть отдельные атаки позиций с обоих сторон. Но, в общем, ситуация стабилизирована и Вооруженные силы Украины контролируют там ситуацию. Это что касается боевой обстановки внутри страны и в приграничных с ней районах. Хочу немного дополнить по поводу вчерашнего. Очень много отзывов получил и откликов о том, что по поводу ситуации в Российской Федерации. Что на сегодняшний день, мое предположение, что на сегодняшний день Кадыров и его бойцы, как он их называет, является единственной и самой боеспособной силой в Российской Федерации на сегодняшний день. Оставшимся целыми и невредимыми. Все остальное воюет здесь. Сразу скажу по потерям, что мы не разделяем вот эти тысячи единиц, которые техники мы учитываем. Мы сегодня не сегментируем по частям. Поэтому там был вопрос по поводу того, что почему мы не в сводке потерь не указываем, что там Кантемировская, Таманская дивизия, другие части и подразделения 35-й армии, 8-й армии, 5-й армии, 1-й танковой армии. Мы не сегментируем сегодня. Такая статистика будет, видимо, подаваться позже, когда у Генерального штаба появятся на это возможности и время. Поэтому сегодня мы ведем общий учет потерь, в которые включаются в том числе и те части и соединения, которые я вам перечислил. Ну и что касается кадыровцев, хочу уточнить, что это не обязательно, что Кадыров сам может захватить власть Российской Федерации. Кадыров может на сегодняшний день сыграть так называемую золотую карточку. То есть поддержать любой из кланов, которые сегодня есть в политическом эстеблишменте Российской Федерации и привести его к власти. Вот что может произойти. В этом как бы кроется секрет. А таких кланов много. И в подтверждение моих слов, это то, что позавчера Шойгу ездил к Кадырову. Ну, еще раз напомню, что скорее всего разговор состоял именно... Суть разговора состояла в том, что с какой стороны Кремлевской стены будут находиться бойцы Кадырова. Снутренней, защищая его, или с внешней, штурмуя его. И визит к Шойгу это очень значимый шаг со стороны Кремля по отношению к Кадырову. А сегодня уже по сегодняшней информации, утренней, разговоры о транзите власти в Российской Федерации начинают приобретать какие-то осознанные черты. Все-таки Патрушев, видимо, уговаривает Путина начать транзит власти. Опять пошли разговоры о создании Государственного Совета, во главе которого должен стать Путин. Опять пошли разговоры о преемнике. Опять пошли разговоры о смене политического лидера партии «Единая Россия» на осеннем съезде партии. Почему? Потому что рейтинг партии падает. И что надо сделать? Надо сделать апгрейд. Повесить всех собак на нынешнее руководство партии. И назначить новое руководство партии, которое вновь подымет «знамя» этой политической силы и поведет ее на, допустим, внеочередные выборы президента Российской Федерации. Не удивляйтесь, потому что если идея Госсовета воплотится в жизнь и решением Государственной Думы или Совета Федерации Путин будет назначен главой Государственного Совета, то тогда он, освобождая пост президента России, должен будет объявить неочередные выборы президента России. Вот к чему все идет. Насколько это будет быстро развиваться? Посмотрим. И будет ли это развиваться в мирном демократическом контексте? Тоже посмотрим. Или это может произойти внезапно и с применением силы? Может быть и без стрельбы на улицах, но тем не менее. С помощью автомата и с помощью других силовых структур. Ну вот, как бы, краткая оперативная обстановка, включая немножко и военно-политическую обстановку в сопредельной стране. Нас она интересует больше всего, потому что мы воюем с этой страной, а именно это Россия. И поэтому внимательно отслеживаем все градусы и настроения в российском обществе. Приступаем тогда к ответам на вопросы. И вот первый вопрос, который отобрал в контексте всего сказанного вчера и дополненного сегодня, хочу ответить на такой вопрос. Ответьте, пожалуйста, вы как военный и как человек, живущий в свободной стране, что такое демократия? Ну я не буду вдаваться в экскурс, мы все с вами умные люди, мы все знаем, что такое определение сущности демократии. Да, это написано в любой энциклопедии. И каждый может поставить демос народ, кратия, кратос это свобода, точнее возможности. Вот, и не будем вдаваться в такое. Я вам просто объясню вот то, что не понимает, наверное, большинство россиян в демократии в Украине. Вот у нас 30 лет независимости сформировали уже, наверное, уже второе поколение людей, которые выросли вот именно в свободной стране. Мы называем нашу страну свободную и считаем, что мы живем в свободной стране. Несмотря на то, что внешне создается впечатление, что у нас тут полный хаос и бардак. Нет, у нас все, кстати, по полочкам разложено, объясню почему. И главное наше достижение было в сохранении демократии, оно было с первым Майданом. Вот первый Майдан и показал, что мы свободная страна. Почему? Потому что даже президент Кучма, который сформировал всю вот эту клановую, при котором, точнее, сформировалась клановая олигархическая система в Украине, который старался подражать Путину, он сделал, он остался на второй, он себе продлил каденцию президентства с 4 лет до 5 лет и фактически 9 лет находился у власти. Но даже он, при том, что он опирался на вновь созданные вот эти финансово-промышленные группы, как их тогда называли, да, это преддверие олигархата, который мы имеем на сегодняшний день, даже он побоялся выставить свою кандидатуру на третий срок. То есть он не решился повторить тот путь, который сделал Путин, который там с Медведевым ротацию, а потом просто начал опять новый срок с увеличением президентского срока пребывания на посту. А он отдал на откуп на свободные демократические выборы. И когда кланово-олигархическая система, созданная при Кучме, попыталась эти выборы сфальсифицировать, народ вышел на улицу и сказал свое слово. Вот вам первая часть слова демократии, демос, люди вышли. И с этим сделать ничего было нельзя. И Майдан победил, победил народ. У нас такая ментальность. Я уже вспоминал наш экскурс в историю. Запорожская сечь. Каждый год меняли гетьмана. Каждый. Если вы посмотрите историю и возьмете список гетьманов, так там единицы, кто был переизбран на второй год правления гетьманом в Запорожской сече. То есть казаки всегда были. И как только гетьмана назначали, вот в этом и проявляется наша свобода, как только гетьмана назначали, буквально первая же эйфория после выборов проходит. Там 100 дней правления, потом первый год правления. Все, начиная уже со второго года правления, мы уже говорим, а, так оказывается гетьман не такой, как мы ожидали. И начинается высказывание своей точки зрения. Да, это звучит, допустим, как критика для правящего политикума в Украине, но это точка зрения простых людей. И мало кому удается закрыть кому-то рот, потому что начинается, народ подхватывает это массово, а всех же не заткнешь. И поэтому вот плюрализм мнений, даже у нас, вот обратите внимание, сегодня в стране, когда идет война, есть всплески, когда люди начинают высказывать недовольство, и офис президента вынужден. Вынужден, понимаете, офис президента реагирует на то, что говорят люди, на мнение общественности. Покажите мне в России такой пример, где вышли люди, и Путин отреагировал на мнение общественности. Да, он реагирует, выходит Росгвардия, приезжают автозаки, и вот такая реакция, да. А у нас реакция другая, у нас реакция такая, что власть вынуждена считаться мнением общественности. И в этом заключается наша свобода. Сменяемость власти мы за счет своего волеизъявления, каждого гражданина, каждого подчеркиваю, мы обеспечили сменяемость власти. У нас есть олигархическая клановая система, но она вынуждена приспосабливаться к каждому из президентов нашей страны. А каждый президент, придя, начинает перестраивать олигархическую систему, в том числе и под себя, и тем самым ее частично разрушает. И у нас получается, знаете, как замок из песка. Вот олигархи строят, строят себе там замок. Потом раз, пошел дождь, или, допустим, вышло солнце, песок высох, все рассыпалось. Но не до конца, а фундамент какой-то остался. И они опять начинают строить, искать там мокрый песок, ждут дождя и так далее. То есть у нас этот процесс постоянен, и он цикличен. И сегодня сказать пересеченному, простому украинцу, сказать, что у нас будет диктатура, это вызовет бурю возмущения, и в это просто никто не поверит. Как бы оно там не звучало, как бы оно там не выражалось. Вот в этом ментальная разница. А в Российской Федерации сложилось такое впечатление, вот с той стороны глядячи, там всегда ищут царя, там ждут, когда придет царь. Я всегда вспоминаю пример утро стрелецкой казни, когда стрельцы вышли против Петра Первого. Петр Первый сказал, кто не согласен, всех на виселицу. Они пришли, он их всех повесил. Вот вам и вся демократическая составляющая Российской империи, которая сейчас пытается возродить Путин и его команда, находясь при власти в России. Ну и идем дальше по вопросам. Среди гражданских имеется мнение, что если через 10 минут после объявления воздушной тревоги ракета не прилетела в дом, то уже не прилетит. Даже если тревога продолжается. В чем логика этого суждения? И есть ли в нем рациональное зерно? Нет, здесь рационального зерна нет. И действительно воздушная тревога иногда продолжается и час, и два, и три. Действительно люди возмущаются, но как же так? Ракета не может так долго лететь. Дело в том, что отбой воздушной тревоги дается только тогда, когда есть подтверждение того, что средства применения ракет приведены в исходное состояние. То есть, допустим, корабли Черноморского флота покидают зону пуска в ракет. Они выходят там в район, баражирование и покидают. Или мы не видим активности на этих кораблях с помощью средств разведки. Допустим, когда стратегические бомбардировщики, которые базируются в городе Энгельс возле Саратова, уходят с акватории Каспийского моря и приземляются на аэродроме. Мы понимаем, что дальше пуска в ракет нет. Но пока они баражируют в воздухе, они могут развернуться и зайти на еще один заход боевой и выпустить еще по одной раке или по две ракеты по территории Украины. То же самое авиация в воздухе, которая применяет ракеты ближнего радиуса действия на 300, на 600 километров, Х-59, Х-22 и другие ракеты. Когда пусковые установки переводят в походное положение, они уходят с районов пуска в ракет, со стартовых позиций. Вот тогда. Да, это можно отследить с помощью средств разведки, с помощью разведок наших партнеров. Поэтому иногда воздушная тревога длится 2 час, 2, иногда даже 3. И вот когда эти все средства вернулись в пункты постоянной дислокации, самолеты сели на аэродром, корабли вышли из района пуска в ракет, пусковые ушли со стартовых позиций, вот тогда гарантированно объявляется конец воздушной тревоги. Так что наберитесь терпения и ждите. Военные просто так не гоняют людей в убежище и обратно. А в Крыму есть ядерное оружие? Мы можем теоретически, когда будем возвращать Крым, захватить это оружие и снова стать ядерной державой? Нет, в Крыму ядерного оружия нет. Скажу вам точно. Да, действительно, была информация и наблюдалась нашей разведкой или разведсообществами, что в Крыму одно хранилище ядерных боеприпасов восстанавливается, это старое еще с советских времен, и одно хранилище новое строится. И да, в течение 8 лет были осуществлены переброски ракетного вооружения на территорию Крыма, но, кстати, обратите внимание, комплексы «Искандер» так и не зашли в Крым, пусков оттуда ракет нету, зашли комплексы «Бастион», это противоракетные, противокорабельные комплексы, это самое сухопутного базирования, они мобильные, вот, и были завезены ракеты «Калибр», которые сейчас загружаются в Севастополе, в порту, на борт российских кораблей и подводных лодок и применяются по территории Украины. Но сведений о наличии ядерного оружия на сегодняшний день нет. И это можно сказать гарантированно, почему, я уже объяснял, потому что любой ядерный боезаряд имеет радиоактивный шлейф и очень легко отслеживается с помощью той же космической разведки, спутниковой разведки, которая ведется круглосуточно в режиме 24 на 7 с спутников, принадлежащих нашим странам-партнерам. Так что в Крыму ядерного оружия нет, и, соответственно, если мы его будем освобождать с помощью вооруженных сил Украины, захватить это ядерное оружие, не получится. И вернуть статус ядерной державы тоже, к сожалению, не получится. По поводу статуса ядерной державы, мы можем, если будет на то согласие наших стран-партнеров, то, в принципе, мы могли бы при соответствующем финансировании могли бы сами его возродить. У нас не хватает всего-навсего одной компоненты. У нас нет обогатительной фабрики. Мы добываем уран, у нас очень большие запасы урана, мы его продаем. Но, правда, не совсем мы, имеется в виду держава Украина. У нас олигархи, как всегда, являются главными бенефициарами в распродаже на недр Украины. Но, тем не менее, у нас очень много урана. И если бы у нас была обогатительная фабрика построена, то да, мы могли бы производить в том числе и ружейный плутоний на основе обогащенного урана. Такой вопрос. Насколько вероятны реваншистские настроения в Российской Федерации после нанесения военного поражения войскам РФ? Ну, скорее всего, вопрос возник из-за того, что есть некоторая информация из средств массовой информации Российской Федерации, в основном из региональных средств, где в некоторых регионах Российской Федерации, там, где наибольшее количество убитых и раненых, а это в основном южные регионы, вот Бурятия, допустим, на Дагестан, допустим, они хоронят очень много своих соотечественников и людей своей национальности, потому что они составили, как бы, довольно большой процент в составе группировки российских войск, вторжившихся в Украину, и, соответственно, погибли или получили ранения. Так вот, там есть некоторые случаи, когда, ну, у этих народов традиция, что око за око, кровь за кровь. И если убили кого-то там в семье, то мужчин этой семьи, или хотя бы один мужчина, представитель этой семьи, должен пойти и отомстить за своего погибшего родственника. И такие случаи есть, когда приходит военкомат и добровольцами вступают, подписывают контракт с вооруженными силами России и едут в Украину воевать в качестве мести. Но эти настроения не носят массового характера. И говорить о реваншизме в Российской Федерации на сегодняшний день я бы не стал. Почему? Потому что, если бы это движение получило массовый характер, у нас бы тут сегодня Россия там формировала бы десятки батальонно-тактических групп на своей территории для переброски в Украину и изменения положения на фронте. Сегодня Россия уже даже не успевает формировать эти батальонно-тактические группы из-за нехватки личного состава. Техника еще более-менее есть. Хоть старенькая, хоть там какая, но они снимают с хранения и везут. А вот с личным составом туго. И они не формируют новых батальонно-тактических групп. Они уже везут просто личный состав, который они навербовали в военкоматах, везут в Украину. И восполняют ими потери в личном составе, в тех подразделениях, в тех БТГ, которые сегодня воюют на нашей территории. Поэтому я бы не сказал, что реваншизм проявляется в Российской Федерации в массовом характере. Нет. Итак, следующий вопрос. Зачем прямо зачитывать известный всем список потерь Российской Федерации? Ценно объяснить, почему, например, танков в Российской Федерации стали уничтожать 3-4 штуки в день, а две недели назад было 15-20 штук. Джавелины. Джавелины у нас закончились. Или у них танки. Или. Вот это имеет смысл. И динамика уничтожения артиллерии Российской Федерации силами наших 155-миллиметровых гаубиц. Какая она? Судя по изменению потерь Российской Федерации в артиллерии, каждый день. Вот это важно. Ну, давайте объясню таким образом. Во-первых, у нас очень сложно анализировать военную обстановку. Наш генеральный штаб избрал методику скрытую. Очень скрытую. И поэтому мы с вами читаем сухую сводку, которая не раскрывает, абсолютно не раскрывает действий наших войск. Ну, может быть, это в какой-то степени неправильно. Кстати, карты. Вот сразу отвечу, почему нет карт в моем видео. Не только из-за технических пока что трудностей, но и из-за того, что генеральный штаб вооруженных сил Украины запретил показывать на картах какие-либо движения и позиции вооруженных сил Украины. Поэтому это не имеет смысла. Обзорная карта, она есть в интернете. Ее публикуют, кстати, британская, на основании данных британской разведки. Ее публикуют, но ее даже некоторые блогеры называют глобусом. По карте, как по глобусу, можно вводить указкой и рассказывать. То есть она абсолютно наглядная, и она абсолютно не детализирует военную обстановку или перемещение войск. Там есть отдельно нанесенные населенные пункты. Это просто наглядное пособие в качестве подспорья. Это один момент. Второй момент по поводу уничтожения техники. Количество уничтоженной техники зависит от интенсивности боевых действий. Да, две недели назад, когда были ожесточеннейшие бои, и Российская Федерация перла со всех сторон. Помните, да, даже президент Зеленский говорил, что соотношение техники 1 к 20 со стороны России. Они давили всей своей силой, всей своей мощью в лобовой атаке, пытаясь окружить нашу группировку войск в районе Северодонецка и Лисичанска. Естественно, в этом открытом бою джавелины все на месте, можете не сомневаться. Они поступают, они есть. И вот они и давали вот такую статистику потерь по 15-20 штук танков в день. Не только танков, там боевых бронированных машин. Все вместе. Сегодня Российская Федерация подсдулась немножко, выдохлась. И это раз. И второе, люди, которые остались живы в российских армии, они уже отказываются идти в лобовую атаку. Так как их гнали вот еще буквально неделю-две назад, когда им обещали, что вот сейчас с налета, ура, шашками наголо, мы возьмем этот рубеж или там этот город или еще что-то. Кстати, генерал Кутузов, о котором я сегодня говорил выше, он погиб именно потому, что он приехал гнать людей в атаку. Он был на переднем крае, попал под наш огневой налет. Получил ранения, несовместимые с жизнью. Вот именно поэтому, что сегодня российские войска просто боятся прямого боевого столкновения с вооруженными силами Украины. Потому что они в прямом бою проигрывают. И они тактика выжженной земли. Они встречают наше сопротивление, откатываются назад, вызывают артиллерию и авиацию, и та утюжит наши позиции. Потом они опять пытаются наступать. Ага, опять стреляют, и опять. И вот таким образом они выдавливают, иногда выдавливают просто нас с наших оборонительных рубежей. Если есть возможность защититься от артиллерии и авиации у наших войск, значит мы продолжаем удерживать рубеж. И тогда, в конце концов, но потери в этом случае российских войск, они минимальные. Они вот действительно один, там два или три-четыре танка на всех фронтах в день. Вот такая вот тактика. Пока командиры российские не начинают массово гнать российских солдат наступления, статистика потерь невысокая. Как только начинают гнать, сразу статистика потерь высокая. Что касается артиллерии, то здесь статистика очень затруднена, потому что подтвердить поражение артиллерии можно только визуальным контролем. Это должен быть дрон, который висит над позицией российских войск и фиксирует поражение, допустим, нашей артиллерии, артиллерии противника российской. Вот. Или это должно быть какое-то другое подтверждение. Но для нас на сегодняшний день важно то, что мы давим артиллерию, называя, у артиллеристов есть такой термин, называется подавление артиллерии врага. Наша задача, чтобы артиллерия врага прекратила стрелять, снялась с позиции и ушла. А если мы ее еще и уничтожили, нанесли огневое поражение, то это ура, это очень хорошо. Потому что когда не стреляет артиллерия, пехота умывается кровью. Вот главный принцип построения системы огневого поражения противника. Поэтому и, соответственно, статистика потери соответствующая в этих боях. Сегодня меньше, завтра больше. Все зависит от интенсивности. Расскажите, пожалуйста, о графитовых бомбах. Есть пожелания и предложения. Ну, графитовые бомбы, это так называемые и снаряды, точнее, не только бомбы и снаряды. Это было изобретение времен Югославской войны, когда применялись артиллерийские боеприпасы и авиационные бомбы с так называемым обедненным ураном. Там была графитовая начинка, которая имела радиоактивный фон. То есть она была напитана радиацией. И в основном это использовалось продукты отхода атомной энергетики. Вот эти графитовые стержни, которые регулируют работу реактора, вот они напитываются радиацией, и их использовали в этих снарядах. Для чего они были придуманы? Дело в том, что обедненный уран или низкий уровень радиации очень хорошо выводит из строя энергетическую систему и средства связи. Если на подстанции разорвался снаряд с графитовой начинкой или с обедненным ураном, то эта подстанция выходит из строя. Даже если снаряд не принес больших разрушений. Именно радиация выводит из строя электрические цепи. То же самое касается средств связи, вышек связи и прочего. Но в нашей войне, во-первых, в Российской Федерации таких боеприпасов нет. Слава Богу! Они до такой технологии еще не дошли. Это раз. Второе. И, соответственно, их применение на сегодняшний день не было зафиксировано. И, надеюсь, до конца войны зафиксировано не будет. Вот что такое. Есть еще боеприпасы противотанковые, которые имеют стержень. Тоже с ураном или графитом, который внутри снаряда противотанкового находится, вот этот стержень, который пробивает броню. Если он имеет небольшое радиоактивное заражение, именно ураном укреплен, то у него бронепробиваемость намного больше. Таких боеприпасов тоже в Российской Федерации нет. И на сегодняшний день они не применяются. Это есть в высокоразвитых странах. И да, они применялись в военной кампании. Начинали еще в Буря пустыни, 1991 год, война в Персидском заливе. Потом была Югославская война. Потом было продолжение этой войны уже в Ираке. Но больше пока таких особых случаев применения нигде не высказывалось. Очень может быть еще из-за того, что после них все-таки остается радиоактивный след. И надо проводить полную рекультивацию тех земель, на которых применялись эти графитовые так называемые боеприпасы. Или боеприпасы с обедненным ураном. Поэтому, скорее всего, и их применение на сегодняшний день не стоит. Ну а в России, как я сказал, их нет. Ну вот, еще хочу такой вопрос осветить. Вопрос. Наивный и гражданский. От взрослой и патриотичной женщины. Когда я встречаю на улице военного или группу молодых ребят военных, я не знаю, как реагировать. И высказать им свою благодарность за мужество. Подойти и сказать спасибо. Улыбнуться. Помахать рукой. Не хочется выглядеть городской сумасшедшей. С другой стороны, многие отводят взгляд. Типа не замечают. Как дать понять нашим военным, что мы их уважаем, ценим и молимся за них. Очень просто. Просто окажите им знак внимания. Как это будет выражено, это не важно. Махнуть рукой, кивнуть головой, улыбнуться. Подойти и пожать руку, как вы сами пишете. Но ни в коем случае не отводить от них взгляд. Не показывать равнодушие или тем более презрение. Я считаю, что если человек отворачивается от человека в форме, он высказывает ему свое неудовольствие, свое презрение. Этого делать ни в коем случае нельзя. Наша армия, наша спасительница, пока они сражаются на фронте, мы с вами можем здесь даже разговаривать вот в этом видео, находясь в надежном тылу. И понимать, что там они решают нашу судьбу и борются за наше будущее. Поэтому оказывайте знаки внимания, показывайте, что мы полностью поддерживаем нашу армию, что наша армия не одинока. Кстати, вот такая традиция народной армии в Израиле. Там каждая, как они говорят, каждая израильская мама знает, что ее ребенок тоже будет в этой армии. Или был, или будет, или есть. Поэтому там отношение к военным абсолютно другое. Я считаю, что это очень хорошая традиция, и нам надо всячески показывать свое отношение, благосклонное отношение, доброе отношение, показывать наше радушие. Любым знаком внимания покажите нашим военным, что вы их уважаете, что вы их цените, и что они очень важны для нас, как для общества, как для государства, как для нации. Можно ли более-менее адекватно определять направление и дальность выстрела ствольной артиллерии на слух с учетом сверхзвуковой скорости снаряда? Спасибо. Ну, во-первых, снаряды практически не летят со сверхзвуковой скоростью. Скорость снаряда примерно равна скорости звука. То есть начальная скорость снаряда колеблется где-то от 800 до 1000 метров в секунду. Это начальная скорость снаряда. Да, на излете он может немножко преодолевать звуковой барьер. Но, или приближаться к нему. Но звук не этот. Поэтому в артиллерии существует, да, действительно такое понятие определять расстояние до... Это можно, кстати, определять расстояние до любого предмета, который издает звук. Прерывистый звук. Что делается? Когда вы видите вспышку и дым, поднимающийся, засекаете время, считаете, или просто считаете, как вот секундомер. Один, два, три, четыре, пять. И когда вы услышали звук, вы прекращаете стрелять. Потом умножаете на 960, ну 933 точнее метров в секунду. Обычно можно умножать на 1000 для упрощения расчета. И вы получаете расстояние от взрыва, допустим, от выстрела и до взрыва. На какую дальность улетел снаряд. Или ваше расстояние от разрыва снаряда. Насколько вы далеко находитесь от разрыва, чтобы определить. Но, это что касается расстояния. То есть расстояние в любом случае, при наличии двух факторов. Визуального контакта и звукового контакта. Вы легко определяете расстояние между вспышкой и расстояние между... И время, точнее, между вспышкой и приходом к вам звуком. Умноженное примерно на 1000, это будет грубо, плюс-минус расстояние в километрах. До той вспышки или до того взрыва, который вы увидели. Или до того выстрела, который вы увидели, а потом услышали. Что же касается направления, то тут нет. Вы не определите направление. Есть рекомендации наших военных о том, что тот снаряд, который летит к тебе, он менее всего слышен. Или в тебя, точнее так. Который ты слышишь, он летит где-то рядом. Ну вот, не знаю, насколько оно правда. Это уже, наверное, те, кто смотрит наше видео, кто был в реальной боевой обстановке, может это более детально рассказать. Ну, про звук я вам сказал. Ну вот, вроде бы на сегодняшний день будем заканчивать. Не буду отнимать больше вашего времени. Еще раз приглашаю, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, чтобы это видео... Распространяйте ссылки, чтобы это видео могли увидеть и прослушать как можно больше людей. Огромное спасибо тем, кто помогает каналу. Благодаря вашей помощи этот канал существует. И я имею возможность записывать эти видео. Ну и продолжаем верить в вооруженные силы Украины. Победа будет с нами. Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине!